В день шурка мы даем сладкие и вкусные бананы нашим бентуронгам. В зависимости от того, к какому банану он подойдет, такая будет весна. Если к этому банану с флажком тучкой, то весна у нас наступит поздно. А если подойдет к банану с солнышком, это будет означать, что весна будет ранняя, солнечная, и оттепели наступят рано. Ну что, теперь мы пройдем в вольер и предложим вкусняшку нашему Сантьер. Ежегодно, вот уже больше 10 лет, в Екатеринбургском зоопарке мы празднуем День шурка. Это такое увлекательное мероприятие посередине хмурой зимы, позволяет, наверное, чуть больше позитива принести, улыбнуться и журналистам, и посетителям, и сотрудникам. На протяжении многих лет мы стараемся предсказателями сделать разных животных для того, чтобы и посетителям рассказать об особенностях этих видов. В коллекции Екатеринбургского зоопарка насчитывается больше 360 видов, и каждый из них, конечно, абсолютно уникален. Начинали мы в свое время с сурка Даши, на смену ее пришел знаменитая ежихо-ушастая пуговка, которая славилась тем, что ее прогнозы были очень точны, и она очень редко ошибалась. Когда пуговка ушла на пенсию, после нее предсказателями были и белки, и сурикаты, и попуга, и еноты, и разные другие животные. Но они с такой разной степенью удачливости предсказывали погоду, но надо сказать, что, конечно, погода на Урале переменчивая, и предсказать ее достаточно сложно. Ну а в этом году мы решили показать очень экзотического животного. Мало кто из посетителей его вообще, в принципе, видел в нашем зоопарке, потому что бентронги ведут ночной образ жизни, и днем показывается крайне редко. Сейчас они спят так же, как сурок, мы решили, что почему бы и нет. Плюс они очень необычные, очень такие непредсказуемые, как, в общем-то, уральская погода. Но, как вы видели, наш Сантье проснулся не сразу, он предпочитал сначала поваляться в теплом домике, но потом вышел благодаря тому, что предложено ему было его любимое лакомство, это бананы. Вы видели, что было два одинаковых банана, в один был воткнут флажок с солнышком, во второй банан был воткнут флажок с тучкой, и выбор солнышка обозначал бы приход ранней весны, а выбор тучки обозначал бы приход поздней весны. Но Сантье сначала подошел к тучке, потом достаточно быстро подошел к солнышку, а потом и вовсе отвернулся от нас с вами, решив, что, видимо, погода у нас будет капризная, непредсказуемая и крайне переменчивая. Посмотрим.